Всем привет! Добро пожаловать во Лагнапару! Наш прекрасный понедельник! Да! Я сразу вам скажу, что в конце... Я уже просто это сняла, и уже вам показала все. В конце я покажу вам, чем я... Ну вот, вы много спрашивали, чем я крашусь, чем я мажусь, и обзор на пшикалки, они у меня просто здесь стоят, на пшикалки прикорневые, вот эти цветные. Так что в конце видео, кому интересно, вы можете переключиться. А сейчас мы расскажем, что мы купили для дома в Эйчендеме. Первый раз в жизни мы сделали заказ на дом. Да. Потому что, во-первых, Аня увидела все это в интернет-магазине, и ехать в магазин и понять, что там ничего этого нет, очень будет неприятно. Ну да, я подумала, что если мы даже и съездим, этого может не быть. Да. Но самое главное, что 3 дня Анюта сидела в этом интернет-магазине, но не все сплошь подряд, но несколько раз вот заходила, и там очень быстро, оказывается, заканчиваются товары. Прямо логереносно как-то. Я сидела, я просто нашла... Я уже думала в интернет-магазине, что у них склад, чего там заканчиваться-то. Мужу моей подруге нашла подарок на 23 февраля там. Сначала одной из трех вещей не было. Потом, пока я сидела, вот буквально за 10 минут, вторая закончилась. Вообще. А на следующий день я зашла, там полотенце, которое я хотела, тоже его не было. Ну, в общем... И поэтому мы решили уже скоренько так заказать все. Раз уж все появилось, то что... Ну, вернее, что осталось уже. Да. Я уже давно смотрела, эта коллекция, она то приходит, то уходит, и давно я смотрела на все с ананасами. Ну, вы помните, мы вам показывали, что перед Новым годом мы купили в H&M полотенце. С ананасами. Одно из них было с ананасами. Вот как раз оно там лежит. Ну, в общем, с мелкими вот такими ананасами. Да, вот с такими ананасами, но это не полотенце, это фартук. И вот к тому полотенцу я купила фартук. Да, вот такой фартук, очень прикольный, белый, вот с этими золотыми ананасами, офигенный. Ну, такой летний-весенний. Да, но это не на сейчас, не на зиму взяли, а вот уже на весну. Но только все остальное тоже с ананасами с золотом, только золото почему-то разного цвета. Вот это большой ананас на... Тоже кухонное полотенце к тому вот, с мелкими ананасами. Вот, так что это будет уже комплект такой. И... Скоро я его возьму в строй. Ты же сказала, что весной. Ну, не весной, после... Так. Ну да, после 14 февраля я сделаю. Ага. Ну, не сразу, прямо после 14 февраля. У нас же на 14 февраля есть какие-то... Вы сказали, что после китайского Нового года мы уберем елочные украшения. Но это же не сразу после китайского. Ну, да. Ну, не прямо на следующий день. Ну, я думаю, что мы в конце недели уберем, потому что у нас просто со временем небольшие траблы на этой неделе. У нас очень все напряженно. Да, очень напряженный график. Вот. И еще, ну как, это последнее получается, но их две штуки. Это наволочки на... Подушки. Вот такие золотющие. Очень классные наволочки. У нас какого цвета? Такого бледно-розового бархатные есть. И бледно... Ну, Тиффани, Тиффани. Тиффани, да, такой оттенок. И вот с этими оттенками будет офигенно, конечно, вот это белое с золотом. Очень красиво. Мне кажется, что к нашим занавескам, которые мы будем в этом году вешать, не очень подойдет. Но они говорят, ничего. Смешение стилей. Смешение стилей уже стилей. Кстати говоря, смешение стилей и создает вот такой уют в доме. Потому что когда все в одном стиле, например, хай-тек тот же самый, ну, все равно холодно получается. А вот такой уют, теплоту, это, конечно же, только смешение стилей дает. Вот. Я, честно говоря, не очень хочу убирать украшения новогодние. Да. У нас Аня помешала слегка на этом. Чтобы не убирать украшения. Слегка. Слегка. Ну, мне кажется, что в этом году... Ой, кстати, я... За месяц, на месяц раньше... Вчера выносила мусор. Нет, сегодня выносила мусор. И кто-то вынес елку. Да ты что? Да, живую выбросил. То есть вот только-только... Не в марте? Не в мае, не в марте. Я просто у уральских пельменей всегда к 8 марта вынести елку. А в конце не знали. Всем привет. Ну, мы, скорее всего, здоровались уже с мамой. Я вам хочу показать то, что вы все, очень многие, просили показать. Это губную помаду и блеск в каком-то видео. И тени, которые я просто не прекращая ношу. Ну, вот тени, это тени Мак, которые в подарочном были наборе на Новый год. Я уже их дотерла просто до дыр. Ну-ка давай, фокусируйся. Фокусируйся. Вот. Вот такой оттенок. Но на веках он прям такой мерцающий-мерцающий. На самом деле, просто офигенно смотрится. Вот так вот переливается. Все очень красиво. Вот. Это тени. И то, что у меня на губах было, когда мы гуляли в китайский Новый год. Сначала у меня был вот такой. Но и сейчас у меня на губах это блеск Butter Gloss от NYX. Но это, по-моему, уже всемирно известная вещь. Он очень красивый. И вот в флакончике он кажется очень ярким. Ну, вот. Как вы видите, он очень яркий. Но на губах он более такой полупрозрачный. Он у меня сейчас на губах. Очень красивый. И там синий фотон, что делает зубы более белыми. Очень классная вещь. И плюс еще в конце видео, которое тоже спрашивали, у меня была помада Urban Decay матовая. Это предыдущая помада. Сейчас уже обновленная упаковка. И формула обновленная. Поэтому там нужно аналог искать. Но мне кажется, что есть такой цвет там. Bittersweet. Матовая версия. Она там есть и не матовая. Есть кремовая. Ну-ка давай. Ну давай. Ну давай. Фокусируйся. О! О, мы сфокусировались. Вот так называется. И сейчас сам цвет. Вот такой оттенок. На губах очень красиво смотрится. За счет того, что матово не так ярко получается. Потому что у меня есть примерно такой оттенок. Но кремовый. И он, конечно, ну очень яркий. Получаю за просто вообще ужасно яркий. Сейчас еще покажу то, что у меня на ногтях было. То, что вы тоже просили. А на ногтях у меня... Ну у меня и до сих пор это на ногтях. Значит... Это вот такой оттенок KIKO. Это была лимитированная коллекция. Но сейчас можно тоже примерно такой оттенок в KIKO найти. Называется он 001 Chrome Intense. Очень хорошо держится. Очень хорошо наносится. Вот он у меня уже, не знаю, полтора недели, наверное, держится. Когда он начал чуть-чуть через неделю отлетать, я сверху нанесла вот это покрытие Sally Hansen Big Shimmer Top Coat. Вот. И очень хорошо все и держится, и блестит. В общем, очень красивый оттенок. Я рада, что вам понравилось. А вот это покрытие я его не покупала. Хотя я очень долго на него смотрела. Я не знаю, наверное, год или полтора смотрела и думала, надо, не надо. Все время в магазине. Но мне подарили его вместе с недавней покупкой. Там акция в Ильдабуте была. Мы заказали средство для снятия лака. И вот в подарок пришло это средство. И еще я хотела вам рассказать про пшикалки для корней. Я не думаю, что я буду делать прям обзор-обзор. Потому что я просто буквально чуть-чуть напшикала. И то, и другое в разное время баси-фу. И уже как бы стало понятно, что к чему, какая из них лучше. Это, как бы не прикорневое, но, в общем, это спрей окрашивающий для корней. Одной и той же фирмы. Это L'Oreal. Просто это вот черненькая Professional L'Oreal Hair Touch Up. А вот это просто L'Oreal Paris Magic Retouch. Вот. Они оба. Оба этих средства у меня в черном цвете. Даже написано тут Black и черный. Но, значит, по цвету сразу же большая разница. Вот этот оттенок L'Oreal Professional такой черный, черно-коричневый. То есть черный, но все равно с теплой ноткой коричневого. Вот этот черный, он глухой черный, абсолютно черный. Прям вот черный, черный, черный. Но что мне понравилось, что мне не понравилось? Я вам сразу скажу, что вот эта бутылочка мне не понравилась. Хотя вот я очень хотела, чтобы она мне понравилась. Потому что она в три раза дешевле, чем черненькая бутылочка. Прям вот очень хотела я, чтобы мне понравилось. И мне не пришлось тратить такие деньги вот на эту бутылочку. На что мне не понравилось? Во-первых, распылитель. Пшикаешь и в разные стороны всё лицо в этих чёрных точечках, все руки, вся одежда, всё в этих чёрных точечках. Если вы блондинка, я думаю, что у вас таких проблем не будет, но вот с чёрным цветом проблема такая с распылителем. Что ещё мне не понравилось? Что ещё мне не понравилось, то что к волосам, как только вы напшикались, да и потом, нельзя вообще притрагиваться, потому что всё остаётся на руках, ну просто вообще нельзя притрагиваться. На подушке всё отпечатывается, то есть вот это не... не... ни в коем случае я больше вот эту фигню покупать не буду. Мама ещё не попробовала свою коричневую, я не знаю, может быть, с коричневым оттенком что-то по-другому. Не буду пробовать, я тебе доверяю. То есть она просто так будет стоять у нас? Да. Вот так вот, видите? А вот эта штука, L'Oréal Professional, ну на самом деле очень круто. Мне очень понравился распылитель, просто идеальнейший. Равноверно распыляет, просто ложится потрясающе. Цвет мне понравился, то, что это чёрно-коричневый, а не просто глухой чёрный. И плюс нигде не отпечатывается. То есть, ну где-то 3-4 минутки, как вы распылили, нельзя трогать волосы. Но потом, как только всё не застыло, ну высохло, вот именно жидкость сама улетучилась, а остался только пигмент, после этого можно трогать волосы, поправлять их как угодно. На руках, на коже ничего не остаётся вообще. И не отпечатывается на подушке. И вот знаете, не то, что оттенок как бы сходит, вот вы потрогали, и он прям сошёл. Нет, он как-то вот выцветает что ли. То есть, на следующий день тоже будет оттенок, но не чёрный уже, чуть-чуть, вот прям капельку посветлее. Может быть, коричневатый немножко. И там через пару дней нужно будет повторить, если вы голову не будете мыть. В общем, это супер вещь, но, к сожалению, очень дорогая. Вот этот спрей стоит 400 рублей, а этот... Что такое? А этот стоит 1200, по-моему, рублей, то есть вот в три раза. Но это, я считаю, 400 рублей, выброшенный просто на ветер, плюс ещё мама не будет пользоваться своим. Это, получается, 800 рублей, выброшенный на ветер. А этот спрей, ну, реально он крутой, если вы его попробуете. И напишите, пожалуйста, если кто-то пользовался светлым спреем, очень часто же с тёмными волосами девушки перекрашиваются в блондинок. И у меня вот такой вопрос. Если вы пробовали, и у вас корни тёмные, со светлым вот этим спреем у вас что-нибудь получилось, мне кажется, что это многим будет интересно, есть ли эффект на тёмных, допускай даже на пепельных таких волосах, более тёмные просто, чем блондин, получилось ли закрасить корни. Вот. Давайте один вопросик. Вопросик один, а я просто вот ещё что вспомнила. Мы вам сказали, что начали смотреть «Чисто английское убийство», но забыли сказать, что перед этим мы посмотрели удивительный новый сериал за 2016 год, первый сезон. Называется «Молодой папа». А, мы уже рассказывали про него. Мы про него не рассказывали. Когда? В видео. В общем, я ещё раз расскажу. Я не помню, чтобы мы рассказывали. Посмотрите, если… Мы не будем про него много рассказывать, потому что он такой скандальный, противоречивый. Религиозный. Мы про религию не говорим на этом канале. Да там, собственно говоря, не в религии даже дело. Действительно. Но просто потрясающая совершенно игра Джо Де Ло. О, это да, это шикарно просто. Как её зовут-то? Дайан Китон. Дайан Китон. Ну, просто потрясающая. Там ещё очень много хороших актёров, потому что мы не все так знаем. Он уже продлён на второй сезон. Но мы так подумали, что этот HBO, да, как называется, канал, он выкладывает сразу все серии одного сезона. Нет. Как нет? Это Netflix выкладывается. Да? Ну, в общем, все 10 серий мы посмотрели. Значит, слава богу, они уже были, да? Да. А я все каналы кутаю. Видите, как здорово мне живётся. И, конечно, конец, знаете, такой, как будто вообще фильм закончился. Да, как будто бы это конец всего. Ну, видимо, народу так понравилось, что они там сейчас что-то изобретут новое. Напишите, кто... Фильм просто потрясающий. Следит за Оскаром, кто уже знает, какие фильмы номинированы на Оскара. Мы смотрели отрывки из Золотого глобуса, и уже там как бы перекликаются Золотой глобус с Оскаром. И я хочу, чтобы мы посмотрели все фильмы, которые будут номинированы на Оскар, но уже номинированы. Чтобы вообще хоть иметь представление, о чём речь, и свои какие-то пристрастия высказать уже. Потому что в прошлом году получилось так, что Марсианина мы не смотрели, Выжившего мы не смотрели перед этим. Я считала, что какой-то, ну, то ли праздник, то ли ещё что-то, короли-королевы Испании встречали, смотря Ла-Ла-Лэнд. Вот видите как. Королям тоже делать нефиг. Они тоже смотрят киношки. Они сидят и смотрят киношки. Только не в какой-то там этой хрущёбе, а в своём дворце. В кинотеатре своём. В ледяном. Скучном, не мрачном. Напишите, пожалуйста, кто, кстати, заказывает в H&M. Мне всё понравилось, кроме доставки, если честно. Доставка была удивительной. Не самого доставщика, нет. Курьер был нормальный парень. Но вот то, что мне не позвонили, а просто он от двери позвонил и сказал, я приехал. Вообще, в последнее время нас курьеры сами находят. Это удивительно. Я говорю, а если бы меня не было дома, я вообще собиралась уходить уже. Он говорит, кто там я и завтра приехал. А, это этот, который долго-долго, да? Да. Я говорю, а что вы с ним так долго? Мне сегодня шесть айфонов доставляют. Думаю, говорит, на обратном пути меня где-нибудь тюкнут. Уже просто все деньги. Представляете, человек несёт шесть айфонов и ещё кучу всякой билиберды. Из разных совершенно магазинов. Семь и шесть. Сколько будет? Сорок... Сорок... Два. Сорок... Нет, четыреста двадцать тысяч. Да, четыреста двадцать тысяч. Ну и плюс там H&M. Кто получает H&M по почте? Как у вас это? Ну, нормально или нет? Вообще, какие... По почте, наверное, извещения приходят. Не знаю. Вообще, какие у вас... Ну, в каких магазинах вы заказываете именно с доставкой, кто не в Москве живёт? Ну и кто в Москве живёт? Ну, а наши благодарности? Ну, я сегодня благодарна за то, что... Сегодня тепло было, очень классно. Я вообще на улице была. Анька такая не была. Она не ходит на улицу. У меня работы много здесь. Нет, я очень счастлива, что я хожу. Хожу, специально себе создаю маршруты. И в том числе мне нравится, что я хожу пешком в Тапор-В. И, по крайней мере... Делишь на эти... На что? На зоны в Москву. Да. Ходишь в маршруты. По крайней мере, я двигаюсь. И, конечно, всё равно свежий воздух. Хоть вот говорят у нас в центре какой-то воздух не тот. Не знаю, мне нравится наш воздух. Мне нравится вообще обстановка в центре. И я его очень люблю. Я очень благодарна, что было очень тепло. Можно было даже окно открыть. У нас просто очень топит классно дома. Да, у нас сейчас очень хорошо. И можно окно открыть, и будет всё равно тепло. Вот даже до такой степени. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Или практически завтра. У нас что-то вообще траблы серьёзные с интернетом. Вот. А так как я не выхожу, я нигде больше, кроме дома, загрузить не могу. Надеюсь, что увидимся завтра. Обнимаю вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаю вам доброе утро. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.